здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи пресс-секретарь полиции израиля майор михаил зингерман здравствуйте михаил здравствуйте добрый день у нас продолжается сложная ситуация всем это известно вовсе не только в израиле но и во всем мире у нас ракетный конфликт скажем так с сектором газы ракеты летят но все это накладывается еще на очень острую ситуацию внутри страны особенно первые дни вы прекрасно знаете лучше меня были погромы и попытки суда линча нападения в городах со смешанным арабско-еврейским населением и в некоторых случаях все это кончилось даже трагически вот стало известно что наиболее тяжело раненый в городе лот и галии гошуа он скончался от полученных ранений но одновременно с этим появилось сообщение что полиция совместно с шабаком израильской службы контрразведки вроде бы сумела выявить подозреваемых в этом преступлении не могли бы вы чуть более конкретно рассказать если это возможно об этом вы знаете следствие по этим делам они ведутся очень думаю что и вы об этом слышали наши граждане то есть израильская полиция в этом плане работает очень интенсивно и да довольно часто мы прибегаем помощи службы безопасности конечно по этому вопросу поэтому да действительно можно сказать о том что были произведены определенные действия по этому делу о котором вы говорили то есть рич который произошел в городе лот там у нас есть определенные подозреваемые я думаю что ближайшее время можно будет сообщить намного больше подробностей на данный момент у нас определенные ограничения есть на то что мы можем сказать во всяком случае очень серьезное продвижение дело очень опасная то есть жесточайшее нападение просто 10 молодчиков видимо напали на этого мужчину когда находился в автомобиле забросали его просто-напросто камнями и к сожалению новости очень тяжелую что вчера и он скончался поэтому речь идет об убийстве и это дело будет расследоваться однозначно как убийство это очень тяжелое очень опасное преступление скажи что касается да скажите пожалуйста я прошу прощения что перебил эти подозреваемые которую говорить они что называют что называется установлены или они задержаны я опять же я сказал о том что я не могу сейчас на данный момент довольно много говорить есть подозреваемые которые скажем так будут задержаны обязательно поэтому работа ведется и эти лица установлены это очень важный момент и рано или поздно они будут арестованы привлечены к ответственности скажите пожалуйста делу в батьями видео которое потрясло не только всю страну и во всем мире когда евреи напали на арабского гражданина и тоже пытались устроить суд линча это же опять-таки появилось сообщение о том что вроде сначала появилось сообщение что задержаны два подозреваемых потом еще что два подозреваемых вот тут тоже если вы можете внесите конкретику пожалуйста задержаны всего трое подозреваемых которым продлен арест и действительно это дело также очень серьезное ведется то есть не позволено никому это неважно какой национальности евреи и арабы то есть если евреи напали на араба и произвели линч естественно полиция израиля как орган который занимается именно ответственный за законность нашей стране мы этим делом занимаемся на такой же основе как и любое другое нападение на человека любой другой национальности поэтому те люди те преступники которые совершили это нападение на арабского молодого человека в городе батьям они арестованы им продлен арест ведется очень интенсивное следствие я думаю что впереди нас ожидают еще определенное содержание по этому делу поэтому действительно ведется на всех фронтах очень интенсивная работа что касается дело которое произошло происшествие которое произошло в яфу там была брошена бутылка зажигательной смеси в думаю вы об этом знаете и да да слышали в салоне дома в районе аджами в городе яфу и там пострадал очень тяжело 12-летний мальчик очень интенсивное следствие опять же сотрудничество полиции со службой безопасности можно сказать при всех ограничениях которые сейчас существуют на публикации все что касается этого дела мы можем говорить о том что есть задержанный который подозревается в этом тяжелом преступлении это житель яфу ему он 20 летнего возраста и его уже продлен арест ведется очень интенсивное следствие вполне вероятно будут еще по этому делу дополнительные ареста на ваш вопрос если вы зададите вопрос кто этот араб или еврей мы к этому не относимся мы не называем никаких национальностей на данный момент то что можно сказать это человек которому 20 лет он житель яфу и очень важно конечно никому не прикреплять и какие бирки национальные араб еврей с нашей точки зрения мы ведем все дела однозначно нет безусловно никому не нужно прикреплять когда идет речь а об обычном скажем так преступлении но в данном случае конечно всех интересует почему было совершено это преступление особенно учитывая вот весь контекст событий последних дней оно было совершено на националистической почве или это криминальные разборки какие-то или что-то другое или это вы тоже комментировать пока не можете по всей вероятности опять же это связано с теми беспорядками это понятно конечно всем что это связано с теми беспорядками которые сейчас происходят это об этом мы говорим однозначно открыто и нужно сказать да действительно о том что есть очень серьезное продвижение в этом деле опять же самого начала были определенные ярлыки кто это сделал представитель какой национальности так далее нужно сказать о том что в этом доме практически рядом квартиры в которых проживают и евреи и там туда тоже были брошены бутылки зажигательной смесью однако там никто не пострадал к радости к радости всех ведется следствие я думаю что понятно понимают о чем я говорю понятно михаил я хочу вернуться к непосредственно городу лоду и вообще к ситуации которую мы с вами сейчас обсуждаем поначалу она действительно была ну возмутительные совершенно многие считали что просто у полиции не хватает сил чтобы разорваться во все части нашей страны чтобы утихомирить бесчинствующие толпы которые просто громили занимались погромами поджигали синагоги и так далее сейчас ситуация уже не такая острая но все равно судя по тем сообщениям которые приходят она продолжается люди порой опасок пишут о том социальных сетях что они опасаются в каких-то районах ездить на работу что их забрасывают камнями и так далее и насколько известно опять-таки я хочу чтобы вы сказали это действительно так или нет в лоде не отменен до сих пор комендантский час он продолжает действовать вот скажите пожалуйста да почему не удается справиться с этой ситуацией в лоде продлён комендантский час на 48 часов это действительно очень важное дело и это позволяет нам работать намного более свободнее намного более оперативнее задействовать и спецподразделения производить определенные аресты задержать неопределенные действия естественно все должно быть в рамках закона и все происходит рамках закона нужно понять одно и действительно сказать однозначно о том что и мы это говорим честно и откровенно здесь нет никакого смысла юлить да мы не ожидали мы не ожидали такого волнения уровня массовых беспорядков такой жестокости и это в определенный момент мы можем об этом сказать мы не уходим от ответов и мы говорим о том что да в определенном аспекте это застало нас в раскол потому что мы этого не ожидали сейчас ситуация в которой работает полиция израиля вы должны это понять и опять же мы не плачем не рыдаем мы работаем и пашем все люди не видели дома уже по две недели мы говорим о том что мы действуем на нескольких фронтах представьте ситуация которая развивается в сектор газа юг страны причем это задевает и серии центр страны ракеты которые падают там полиция работает полицейские работают по спасению жизни наших людей работают взрывотехники израильской полиции которые первыми прибывают на места полиция находится на месте делает все необходимое чтобы дать людям определенное чувство безопасности что полиция там находится вместе с тем эта ситуация эти волнения массовые которые одновременно происходят в арабском секторе и кроме этого в городах со смешанным населением арабским и еврейским это конечно взяла у нас и огромное количество личного состава и третье представьте работу классической полиции никто у нас не забирал это полиция обязана делает делать и мы это делаем естественно преступность никуда не делась дорожные аварии все потребности наших граждан которые мы обязаны как полиция удовлетворять и выполнять мы продолжаем делать что сейчас на данный момент более тысячи арестованных полиция действует очень оперативно очень эффективно очень жестко сейчас в этот момент мы призвали резервистов пограничную полицию помогал это более тысячи бывших полицейских которые умеют и знают как работать именно по наведению общественного порядка по борьбе с массовыми волнениями они рассредоточены по всей стране работают очень эффективно кроме этих тысячи задержанных мы можем сказать о том что более чем 500 из этих задержанных они сейчас находятся за решеткой на данный момент им продлён арест полиция продолжает работать и то что делается в лоде как я уже сказал комендантский час продлён на 48 часов даны нам определенные очень серьезные полномочия мы их используем производятся обыски и производятся задержания сейчас и в эти минуты буквально изымается оружие изымаются предметы которые наносит очень серьезные ущербы при и кроме этого делается все необходимое для того чтобы в рамках комендантского часа все въезды в город а мы говорим о том что комендантский час действует на протяжении ночи с 9 вечера до 4 утра мы перекрываем все въезды город чтобы туда не въехали определенные элементы которые возможно хотят произвести какие-то или столкновения или определенные беспорядки нам этого не нужно мы действуем очень четко и эффективно в том плане чтобы не допустить никаких беспорядков кроме этого ведется параллельно работа которую делает полиция очень серьезно ведутся переговоры естественно мы общаемся с главами общин шейхами главами еврейских общин муниципалитетами так далее делаем и совершаем круглые столы разговариваем действительно обращаемся и призываем к тому чтобы накал все-таки он уменьшился и результаты мы видим результаты мы видим полиция находится действительно в городе лод ситуация успокаивается продолжаем работать и вместе с тем вместе с тем делаем свою работу производятся аресты задержание обыски и они будут происходить михаил последний вопрос было сообщение о том что за время беспорядков пострадала в тех или иных конфликтных ситуациях несколько десятков полицейских если среди них тяжело пострадавшие как их самочувствие сожалению более 100 полицейских пострадали есть полицейские которые пострадали от огнестрельного оружия просто-напросто в них стреляли я уже не говорю о том что бросали камни бросали стеклянные бутылки петарды булыжники и так далее конечно же все очень опасно то есть полицейские которые к сожалению тяжело ранены слава богу все живы и и надеемся что ближайшее время уже вернутся будут вместе с нами и конечно самая главная задача сейчас навести порядок затем это когда это все закончится я думаю что все будут говорить все будут делать определенные выводы как нужно дальше продолжать как нужно вместе стараться естественно вместе сжить полиция для этого будет делать все необходимое причем при этом обеспечивая безопасность всех людей всех граждан нашей страны независимо от их религиозной принадлежности и национальности это полиция израиля михаил большое спасибо что нашли для нас время за ваш комментарий всего вам доброго всего доброго на этом все напомню что с нами на связи был пресс-секретарь полиции израиля майор михаил зингерман до свидания